Вы не раз говорили, что вы такой принципиальный антиурбанист, и что вот Москва сегодняшняя, она похожа на такой мавзолей, мертвый музей, в котором обычному человеку неуютно, холодно, как-то тут все неживо. Вот вы действительно считаете, что то, что было в Москве 90-х, это лучше? Я считаю, что из Москвы 90-х могло родиться что-то гораздо лучше того, что сегодня есть в Москве. Я выступаю не против урбанизма, я выступаю не против сохранения исторического наследия, я выступаю против государственного диктата о том, как это нужно делать, потому что там, где появляется государственный диктат, там в городе заканчивается какая-либо жизнь. И как раз если вспоминать опыт новой искренности, то там, например, у нас так и не появились нормальные вывески на улице, потому что это было сделать невозможно. Если мы говорим про 90-е годы, очень легко обращаться к эпохе, когда у людей не было никакого опыта о том, как потреблять, как строить. То есть в 90-м году люди и одеваться не умели, потому что они 70-80 лет прожили в Советском Союзе, где им ничего не принадлежало. Но это опыт, который очень быстро набирается, который очень быстро накапливается, его очень легко прослеживать, например, по тому, как принципиально иначе стали выглядеть то, что в России называется элитными поселками, коттеджные поселки. Сравните вот этот кошмар, который строился из красного кирпича в 90-х годах, сравните с каким-нибудь, я не знаю, там, Миллениума парком, например, или с каким-нибудь поселком Давиль, который тоже пока еще, там, можно придраться, что Давиль там помпезно слишком, и как бы можно выдержать это в большем вкусе, не уходя в башенки. Но это принципиально другой уровень уже организации общества в случае с Миллениумом парком. Про него Варламов делал, кстати, репортаж в своем ЖЖ еще. Это принципиально другой уровень организации пространства. Все это произошло без государства. То же самое могло произойти в городах, если бы людям постепенно-постепенно дали этот вкус развить, дали городу развиться. Вместо этого всех загнали просто вот в такой урбанистический гулаг, извините за выражение. То есть у людей нужно воспитывать вкус, не нужно их помещать в декорации, нужно помогать им самим создавать комфортную среду. Среда 90-х, конечно, комфортной не была. Но она была некомфортной не потому, что у людей была свобода, а потому что у них до этого 80 лет свободы не было, и, соответственно, не было опыта ей распоряжаться. И теперь самое страшное, в чем проблема государственного урбанизма? В том, что сегодня люди такой опыт тоже не получают. Миш, а вот мне как раз кажется, что опыт этот и вот этот вкус, он появляется в том числе благодаря тем ограничениям, которые с тех пор возникли. Вот даже если мы не говорим про 90-е, когда люди совсем были действительно только вышли в свободный рынок после стольких лет Советского Союза, давайте поговорим там о сытых нулевых, в которые как раз и возникли на самом деле те самые башенки, вот эти вот тортики, кооперативы озера и так далее. Я прекрасно помню, как у нас на проспекте Лобачевского, на котором стоит МГИМО, все газоны были заставлены машинами. Затем это запретили. Пришел Собянин, сначала он тоже, я помню, он Тверской, первым его шагом было, он разлиновал тротуары, чтобы машины таким образом стояли на тротуарах. Это, конечно, было ужасно, но это было такое логичное продолжение. Затем это запретили, и вот уже люди все паркуются нормально, и у кого не возникает желания залезть на газон. То есть правила, вот эти вот законы, они меняют практику будничную твоего существования и меняют в конечном счете вкус. То есть если бы, возможно, Москва не убрала все эти ужасные палатки и не открыла свой вот этот исторический облик, у нас бы и нормальных поселков не стало возникать с тех пор. С нулевых прошло 20 лет. Да, нулевые были сытыми, но это были как раз первые сытые годы. Люди не... Культура потребления, она не вырабатывается в первый год, когда у тебя появляются деньги. Это занимает время. И вот эти 20 лет, которые прошли под... Ну, сколько там, 10 лет, которые прошли под Собянинским диктатом, да, это как раз период, когда этот вкус мог вырабатываться. Что касается парковок, да, окей, есть улицы, на которых, конечно, мэрия могла и стоило запретить парковать машины, например, на Тверской. Например, та же самая Никольская улица, конечно, изменилась в исключительно положительную сторону. Я здесь спорить не буду. Я на Никольской ходил в факультет истории политологии права два года, что я учился в РГГУ. Там было просто чудовищно. И меня прям вопрос в голове свербил. Вообще, как такая улица, которая упирается буквально в Кремль, может находиться в таком состоянии сегодня? Это одна из самых привлекательных улиц Москвы. Я с этим спорить не буду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова